В одном из боев Марат был ранен. Его отряд попал в окружение. Казалось бы, все было кончено, но бесстрашный парень смог собрать и поднять своих товарищей в атаку. Так, благодаря подростку, партизаны пробились сквозь вражеское кольцо. С каждым боем Марат сражался с врагом все злее и отчаянней, мстя за убитую мать, за искалеченную сестру и разбитую родину. Смерть настигла парня в мае 1944 года, за год до Дня Победы. Марат возвращался с командиром разведки с задания, но неожиданно на их пути появились немцы. Командир погиб сразу, а парень отстреливался. В один момент Марат понял, что назад отступать некуда. Перед ним было чистое поле. Подросток залег в ложбинки и стал отстреливаться. На патронах хватило ненадолго. У Мараты осталось всего две гранаты. И одну он использовал сразу, второй гранатой Марат уничтожил наступающих врагов и подорвал себя. Парню было всего 14 лет. В 1965 году Марату Козею посмертно было присвоено звание Героя СССР.